Денег всегда не хватает, но вопросы безопасности, они очень важны, особенно в кризисной ситуации. Когда кризис, криминал поднимается, появляются мошенники. И это не только в кризис. Вот раньше милиция общественной безопасности финансировала за счет регионального бюджета. Хотя управление это было централизовано, никаких вопросов не было. То есть мы могли регулировать, какое количество специалистов, где нужны, договаривались с Министерством внутренних дел, брали на свой бюджет. И тем самым, я считаю, что была выстроена такая нормальная работа. Но федеральный законодатель ограничил полномочия регионам, прошла централизация Министерства внутренних дел. Но, как мы видим, ситуация, как только усложняется, значит, что такое реформа полиции. Сократили участковых, работники ГИБДД повысили зарплату. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, мы видим, какие последствия. Ведь участковый – это человек, который непосредственно контактирует с людьми. Значит, инспектор ГИБДД обеспечивает безопасность на дорогах. Мы обращались по этому вопросу пока, хотя руководство МВД нас слышит, но законодатель наш голос не услышал. Но мы пошли другим путем. Мы за счет наших муниципальных ресурсов даем штаты, создаем опорные пункты, где работают профессионалы, представители МВД, участковые. Даем помощников. И вот эта система, мы сейчас отрабатываем эти положения, она даст стабилизацию ситуации на места. Мы вот такую форму нашли. Я считаю, что она может быть неким аналогом для дальнейшего использования в других регионах. Продолжение следует...